Я думаю, что я очень устойчивый человек, потому что я вижу, меня поддерживают то, что огромное количество, есть все-таки армия людей, которым это нужно. И таких примеров мы можем много увидеть на эстраде, когда есть армия фанатов, армия ненавистников. И я все-таки думаю, что благодаря поддержке друзей блогеров и изменениям на ютюбе, которые произошли в последнее время, то есть те люди, которые в этот хейт питали, они изменили свое отношение ко мне, ввел свою деятельность постоянно в Аргунин, Стероидмен, такие блогеры, которые именно специализируются на том, чтобы поливать какашками всех. Вот они пересмотрели свое отношение, всегда найдется кто-то новый, кто станет твоим оппонентом обязательно, на его место придет другой. Надо просто не расстраиваться из-за этого, просто либо игнорировать и делать хороший контент, либо отвечать троллингом на троллинг, но в любом случае не тушеваться и не говорить, боже, это не для меня. Но для тебя были, ты помнишь, те времена, когда для тебя это было тяжело, когда ты прям боролся, я понимаю, что ты сейчас уже выработал какое-то противоядие, а было тяжело? Да, конечно, бывало, что меня там какой-то начинает целенаправленно хейтить блогер. Ты ему отвечаешь, он делает вид, что его это не задевает, ты делаешь вид, что тебе все равно. Но давление ощущают оба на самом деле. Как бы ни говорили, что им все равно, ты снимаешь ответ на разоблачение, потом вы встречаетесь, он признается, что он ночью не спал, на жену орал, когда ответка выходила. Ну, на самом деле полностью со стопроцентным иммунитетом людей нет, но я, к счастью, вот прям в депрессняк, вот честно скажу, никогда не впадал из-за хейта. Что бы там про меня не сняли, я говорил себе, да, ну, процента два сквозь защиту проходит. Немножко уколы ты, конечно, чувствуешь. Думаю, что правое потяну. Это 70, да? 75. 75. 75. Тяжело старикам воевать с молодежью? Ну, в принципе, тяжело, потому что другое мышление, другой менталитет, тебе нравятся серьезные какие-то вещи, ты видишь каналы, где все построено на каком-то, ну, может быть, на чем-то грязном, на чем-то простом, какие-то пранки, ты не хочешь такое снимать, ты не умеешь такое снимать. И ты, получается, работаешь для аудитории, которая постарше, по сути, из-за этого у тебя просмотры, естественно, сужаются. Но ничего не имею против блогеров, которые умеют завести большие массы людей, если это делается на позитиве. Тут же Войтенко надо дать ему должное, что он не ругается матом и в целом в позитивном ключе все это делает. А ты можешь временные назвать рамки, когда вот ты почувствовал, что молодежь наступает? Да, просто очень много каналов, очень много блогов начало плодиться. Вот, допустим, тот же самый Тью Гифт, Денис Борисов, да, потом бах, появляются каналы, как грибы, там, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, там, Шреддер, Добромиль, там, пятый, десятый, двадцатый, пятидесятый. Потом ты видишь сотни каналов, но тебе приятно, что ты все равно остаешься в каком-то топе, да, и держишь свою марку, придумаешь что-то новое. Я все-таки верю в то, что удастся все равно мне сохранить, сохраниться в элите, да. Но, ну, что значит в элите? На плаву, можно сказать, на плаву, потому что я вижу, что интерес есть, особенно, когда выступаешь на соревнованиях, показываешь какие-то результаты, какие-то интересные, новые, находишь сюжеты для видео, все-таки интерес аудитории все равно к тебе есть. То есть тут главное не бояться, что ты старше или что ты, там, какой-то не такой, недостаточно накаченный, недостаточно, там, харизматичный. Мне надо просто работать, делать то, что тебе нравится. Если это твое, просто делай это, у тебя все получится. Не каждый человек может позволить себе делать кардио, к сожалению. Медленное кардио может занимать там по часу, по два часа в день. Очень скучные процессы. Я, в основном, интервальные такие тренировки, как на вортексе делаю, то есть 10-15 минут, а ты лежишь. Ну что, хорошо, хорошо. Золотая эра Юрия Спасококотского было, когда Юрий Спасококотский не знал, что у него есть канал на YouTube, но у него уже было 50 тысяч подписчиков. Вот это золотая эра, когда просто ты один, снимаешь ужасно, ничего, даже не знаешь, что у тебя твои ролики смотрят, комментируют. И вот в тот момент можно было выстрелить, набрать миллионы настоящих подписчиков, если бы взять машину времени, вернуться в прошлое, начать говорить нужные вещи, начать снимать нужные видео. Но так всегда говорят, знал бы, где упаду, подложил бы соломки. Но это было, естественно, чем меньше конкуренция, тем больше спрос, тем более все золотое. Ну, это какие-то года? 2008, 2009, 2010 год. Вот это было бомбой просто на YouTube.